Здесь как раз находится звонок, который сразу увидеть практически нереально. В этом доме живет одна из подопечных Виталии Ткачевой. Женщина частенько напивается и попадает в передряги. Еще и условный срок имеет. Только дома застать ее не удалось. Не беспокоит? Ну, бывает, напьется. Мама ее банит немножко и все. Мама ей не дает сильно разгуляться. От дома к дому Виталия Ткачева ходит уже два года. Девушка отвечает за правопорядок в районе Гагарина и конного рынка. В основном дело приходится иметь с алкоголиками, наркоманами и условно осужденными. Кроме тех заявлений, что поступают, наведываемся, интересуемся, все ли в порядке, потому что профилактику необходимо проводить. Каждый день Виталий начинается с обхода, затем работа в кабинете. Это мое рабочее место. Как видите, я провожу достаточно много времени. Куча материалов всевозможных, которые необходимо отработать. Ежедневно Виталия принимает больше десятка заявлений. Люди жалуются на соседей дебоширов, жены на мужей, братья на сестер. В семейных ссорах разбираться приходится чаще всего. Одна из таких супружеских пар кляузы друг на друга пишет едва ли не по два раза на неделю. С 2009 года они в разводе, и на протяжении всех этих лет они лишают друг друга нормальных условий жизни. То есть он ей обрезает свет, обрезает ей воду, электричество. То есть она поливает его по домам, тоже там гоняет его собачкой. Я такая расстроенная сейчас, не знаю как. Ну ничего, говорите, как есть. Как есть, значит что, как есть у меня. Ситуация та же. И даже по вечерам Виталий идет не домой, а к людям, которые стоят на особом учете. Они наиболее склонны к преступлениям. У них комендантский час, нарушать его нельзя. Мы проверяем, на месте человек, не на месте, в каком он состоянии. Опасно, я сама, естественно, не посещаю. То есть у меня есть напарник, мы с которым вместе работаем. Домой девушка возвращается глубокой ночью. Там ее ждут две дочки. Воспитывать девочек помогает бабушка. Кашу, 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 кашу. Старшая София и младшая Лера маму видят редко, но очень ею гордятся. А ты кем хочешь стать потом? Мамой. Преступника ловит. Ух ты, такая маленькая уже преступника ловит. Нет, кровой растут. Праздничный день в Италии ничем не отличается от любого другого. Вместо нарядного платья – китель. А вечер за учебниками. Девушка получает второе образование. Завтра экзамен. Ольга Коростелева, Алексей Калмык, Медиагруппа Объектив.